Министерство здравоохранения выступило с инициативой создать особый календарь, в котором каждые семь дней посвящены разным вопросам здоровья и профилактики заболеваний. Регулярно в программе «На повестке дня» обсуждаем эти темы с медицинскими экспертами. Сегодня речь о туберкулезе. Вас приветствует Екатерина Сысоева. Вместе со мной в студии Александр Астафьев, врач Ярославской областной туберкулезной больницы. Александр Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, еще 100-200 лет назад туберкулез, он же чахотка, считался смертельным неизлечимым заболеванием. Безусловно, сейчас с развитием медицины ситуация поменялась, однако до конца от болезни все еще не избавились. Насколько сейчас диагноз туберкулез опасен и много ли случаев заболеваемости в нашем регионе? Наш регион, он соответствует по цифрам заболеваемости общероссийским показателям, то есть мы такие хорошие среднячки в этом плане. К сожалению, данная болезнь пока совсем отступать не собирается. Ну вообще, действительно, насколько опасна и страшная болезнь именно сейчас? Несмотря на то, что у нас сейчас есть и препараты современные, и современные методы, в том числе хирургического лечения, болезнь остается быть опасной. Почему? Потому что, во-первых, она развивается из-под воль, не как обычная ангинопневмония с температурой кашля. А во-вторых, сейчас очень много случаев заболевания, когда туберкулезная палочка имеет устойчивость к многим или к почти всем препаратам. Туберкулез – инфекционное заболевание, так как же он передается? Самый основной и, собственно говоря, самый страшный путь – это воздушно-капельный, потому что в данном случае поражаются дыхательные пути, легкие. И данная форма заболевания, легочная форма является самой заразной для окружающих. А так с некачественным молоком и, к сожалению, может быть врожденный туберкулез от больной туберкулезом матери, когда уже была поражена плацента, и инфекция проникла в сам плод. А высок ли риск подхватить туберкулез? Ведь никогда не знаешь, где ты столкнешься с инфицированным человеком. Ну, совершенно верно. Инфицированных людей у нас среди взрослого контингента очень много. Самое опасное – это не просто инфицированный человек, а человек, который болеет активной формой. И в данном случае, к сожалению, есть индивидуумы, которые избегают лечения и посещают общественные места, транспорт, ходят по улицам. Ну и, к сожалению, есть взрослые, которые пока еще не знают о своем заболевании, потому что, как я сказал, оно развивается из-под воль, без явных симптомов. Не секрет, чтобы обезопасить себя от туберкулеза, нужно делать скрининг. Причем у взрослых и у детей это разные методы. Почему? В чем отличие? Совершенно верно. Согласно официальным приказам, по которым работаем мы, фрезиатры и вся лечебная сеть, у детей с первого года жизни до 17 лет – это кожные пробы, реакция МОНТУ до 7 лет, диаскинтез до 17 лет. И у подростков еще подключается второй метод исследования, как флюорография. У взрослых только флюорография. Это все обозначено приказами официальными. И, во-вторых, у взрослых мы стараемся убить двух зайцев. То есть это не только ранняя диагностика туберкулеза, это еще ранняя диагностика рака, саркоидоза. А насколько часто нужно проходить обследование? Я считаю, что вне зависимости от того, какая заболеваемость в данном регионе, лучше не искушать судьбу. Все-таки раз в год стоит проходить взрослому человеку флюорографию. Тем более, что это делается бесплатно в соответствии с государственными гарантиями, которые обеспечивают бесплатное прохождение флюорографии ежегодно. А насколько эффективны такие методы, как МОНТУ и Диаскин-тест? Есть ли у них противопоказания и, соответственно, альтернативы? И реакции МОНТУ и Диаскин-тест, как методы ранней диагностики туберкулеза, хорошо себе зарекомендовали. Оба метода имеют высокую чувствительность. Но в чем отличие? Реакция МОНТУ у нас почему до 7 лет делается? Дело в том, что если ребенок не успевает подхватить туберкулезную палочку, то благодаря реакции МОНТУ у нас есть еще дополнительный скрининг на отбор детей на повторную вакцинацию в 6-7 лет. Диаскин-тест, в отличие от реакции МОНТУ, он выявляет уже активную форму туберкулеза на ранних стадиях. А как мы уже сказали в начале программы, туберкулез вышел из разряда неизлечимых заболеваний. Как же с ним борются и сколько времени занимает лечение современными препаратами? Это минимум 6 месяцев лечения. Но это больше касается детей. Потому что мы детей благодаря реакциям МОНТУ и Диаскин-тесту все-таки выявляем на самых ранних стадиях. И поэтому здесь достаточно быстро наступает излечение без всяких последствий. Что же касается взрослого населения, то здесь, конечно, в среднем это 9-12 месяцев. Потому что взрослые болеют уже взрослыми формами. Нередко видим осложненную форму туберкулеза. То есть, когда имеется распад легочной ткани, когда, не дай бог, еще есть устойчивость палочки к многим туберкулезным препаратам. В данном случае чисто таблетки не помогают. То есть, приходится консультироваться с хирургами и производится операция. Бывает так, что приходится и в Центральный научный институт обращаться за помощью. Мы в любом случае должны добиться, что хирургическим путем, что обычным таблетированным путем, полного излечения туберкулеза у ребенка или взрослого. А человека с активной формой туберкулеза могут заставить принудительно лечиться? Конечно. Собственно говоря, у нас эта практика на ходу. Активно наши врачи обращаются в суд с заявлением на таких несознательных граждан, которые знают прекрасно, что у них имеется социально опасное заболевание. Но, в первую очередь, для них опасное и для окружающих. И избегают лечения. Такая практика у нас существует. В общем, достаточно эффективная практика. И по решению суда данный гражданин принудительно госпитализируется в лечебное учреждение. А какую роль в лечении туберкулеза играет реабилитация? Ну, вот, например, в частности, санаторно-курортное лечение. Ну, надо даже похвастать, в афтезиатрии, наверное, в одной из немногих отраслей медицины, осталась такая жесткая преемственность. Поликлиника, стационар, санаторий. Это равнозначно и для детей, и для взрослых. То есть, у нас всегда после клинического излечения туберкулеза мы советуем посещать или наши местные санатории в Ярославской области, или федеральные санатории. Это может быть и юг нашей страны, и вот в Башкирии у нас есть, на Кавказе, прекрасные санатории. Это ведь все не зря возникло. То есть, санатории, грубо говоря, в лечении туберкулеза возникли гораздо раньше, чем сами больницы туберкулезные. То есть, это все хорошо, или как профилактика, или как уже по факту излечения от туберкулеза. А вот к слову о профилактике. Давайте в заключение поговорим об этих мерах. Какие правила нужно соблюдать, чтобы и вовсе не столкнуться с туберкулезом? Ну, как любое инфекционное заболевание, всегда предполагаются две формы профилактики. С одной стороны, это неспецифическая профилактика. Избегать стрессов, вести хороший образ жизни, отсутствие вредных привычек, режим дня. И самое главное, правильная и качественная пища. Специфическая профилактика. То есть, у нас есть календарь, утвержденный Министерством здравоохранения, календарь прививок, что для взрослых, что для детей. И, собственно говоря, любое инфекционное заболевание, более-менее серьезное, у нас профилактируется путем введения вакцины. Это же касается и туберкулеза. То есть, на третий день жизни в родильном доме ребеночка вакцинируют в плечика вакциной БЦЖ-М, облегченная форма. А если ребеночек к 6-7 годам не успевает заразиться туберкулезной палочкой, то он идет на ревакцинацию. Спасибо, Александр Сергеевич. На мои вопросы отвечал Александр Астафьев, врач Ярославской областной туберкулезной больницы. Это была программа «На повестке дня». Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. Запись также доступна на сайте gtk.tv и в нашем официальном паблике во Вконтакте. В студии работала Екатерина Сысоева. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!